И снова здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин и сегодня мы научимся анимировать воду, а вернее водопад. И выглядеть будет он у нас вот так. Используем мы здесь всего лишь один фильтр и три кадра. Все довольно быстро и просто. Смотрите как это делается. Закрываем. Прежде всего ищем картинку водопада. Переходим в поисковик. Говорим водопад. Говорим картинки. В принципе нам размер картинки не сильно важен. Поэтому берем первый попавшийся. Ну вот ниагарский водопад. Точно. В полном размере. Копировать картинку. Переходим. Ctrl-N. Новый. Ввод. Ctrl-V. И так мы имеем водопад. Теперь нам нужно выделить воду и анимировать ее. Здесь у нас почти все пространство занято водой. Поэтому выделяем простым прямоугольным выделением. Все. Дублируем этот слой три раза. Потому что у нас анимация будет состоять из трех кадров. Ctrl-G нажимаем. Раз. Два. Три. Переходим в фильтр искажения океанские волны. И здесь подбираем параметры размер волны и силы волны в зависимости от того, насколько у нас сильный водопад. При такой маленькой картинке до 1000 пикселей нам нужно брать размер волны небольшой. 1-2. Если у вас будет более крупная картинка, соответственно, чуть больше возьмете. Ну и силу волны тоже небольшую стая. Тоже двоечка. 2-2. Ок. У нас сюда фильтр применился. Отключаем этот слой. Переходим на следующий. И повторяем этот фильтр. Нажимая Ctrl-F. Или если вам удобнее мышкой, фильтр океанской волны. Опять этот включаем. Включаем нижний. И опять же Ctrl-F. Первый кадр у нас уже есть. Вставляем ему только задержку в 0,2 секунды. Делаем следующий кадр. Включаем второй. Делаем следующий кадр. Включаем третий. Все. Здесь проверили, чтобы у нас постоянно проигрывался. Проверяем. Вода уже бежит. Но нам хочется чего-нибудь большего. Нам хочется, чтобы водяная пыль клубилась. Нет ничего проще. Давайте сделаем. Мы выделим эту водяную пыль инструментом быстрое выделение. Просто зажимаем левую клавишу и тачим. Ага. Если он у нас что-то выделил лишнее, нажимаем Alt. Видите, у нас минусик появляется. И с Alt также проводим, убираем, что мы не хотим задействовать. Выбрали. И теперь нам нужно применить сюда тот же фильтр, но чуть-чуть с большими настройками. То есть идем опять в искажение, океанские волны. Только здесь даем размер волны побольше. И здесь чуть-чуть силы волны тоже побольше. Например, шестерочку. Ок. Переходим на этот слой и повторяем этот фильтр. Ctrl F. Переходим на этот слой и повторяем этот фильтр. Все. Снимаем выделение. Ctrl D. Проверяем. Так. Это у нас первый слой. Вот он. Второй кадр. Вот этот слой. Третий кадр. Этот слой. Смотрим. Ну что, видите, у нас водяные брызги уже больше. Ну и в качестве маленького бонуса давайте сюда нарисуем радугу. Это делается очень просто. Смотрите. Создаем новый слой. Выбираем инструмент выделения эллипс или овальная область. Давайте нарисуем какой-нибудь овал. Закрасим его белым цветом, чтобы виднее было. Так. Теперь двойным нажатием по слою вызываем стиль и слоя. И рисуем, собственно говоря, создаем радугу. То есть здесь выбираем тип обводки градиент. Здесь, конечно, градиент. Берем радугу на прозрачном. Чтобы видно было размер. Ага. Нам нужно заставить ее идти по окружности. Можно даже внутри. Здесь тогда берем стиль. Разбивка фигуры. Видите? Она у нас пошла по окружности. Замечательно. Что мы здесь можем сделать? Мы можем размерчик сделать чуть меньше. Иначе она у нас неестественно большой получится. Где-то вот так. Окей. Теперь убираем заливку, то есть белый цвет. И теперь нам нужно сделать ее не такой яркой. То есть более прозрачной. Для этого нам придется радугу, которая у нас выполнена, сейчас эффект превратить в слой. Для этого делаем еще один слой. Теперь выделяем оба и сводим их. Ctrl-E. Видите, у нас эффекты исчезли. Осталась только картинка этой радуги. И вот с ней будем работать. Сначала убираем лишнее. Ну, скажем так, где-то вот так половину отрезали. Теперь немножко размоем ее. Чтобы она не была такой четкой. Размытие. Размытие по гауссу. Ну, где-то, где-то, где-то. Вот так. Окей. Теперь в режим наложения делаем экран. Видите, практически все. Теперь осталось нам ее только поставить, как мы хотим. Если вы посмотрите на фотографии водопадов, то радуга обычно возникает над брызгами. И более реально будет смотреться, если радуга у нас будет идти вон там. Окей. Теперь выбираем только резиночку, чтобы подтереть края. Делаем ее непрозрачность чуть поменьше. Вот 50-40%. Чтобы не так резко у нас, чтобы не такие резкие у нас края получились. Все. Наша анимация готова. Давайте ее еще раз проверим. Включаем. Вуаля. По-моему, здорово получилось. Быстро и ненапряжно. Ну, самое последнее, конечно, мы ее сохраняем. Сначала вы ее сохраняете в какую-нибудь PSD. Без разницы, вот она у меня уже есть. И потом сохраняете ее для веб и устройства. Файл сохранить для веб и устройства. Для удобства можно использовать 4 варианта, которые сразу вам подскажут, в каком цвете и размере лучше всего у вас получится. То есть вот оригинал 792 килобайта. Вот у вас GIF 168, если вы будете использовать 64 цвета. Вот GIF 116, если вы будете 32 цвета. В общем, смотрите, какая вам больше нравится. Мне вот больше нравится, я так думаю, наверное, самая маленькая, 116. По сравнению с оригиналом почти нет искажений. Значит, ее и выбираем. Можем сразу выставить размер, если нам не нужен такой большой. Например, сделаем ее 400 на 300. Говорим сохранить. Сохраняем вот этот ее GIF. Ну, вот и все. Для закрепления урока давайте я вам еще раз на какой-нибудь другой картинке покажу, как это быстро делается. Значит, это закрываем. Идем опять в водопады. Ищем какую-нибудь другую. Ну, давайте вот эту возьмем. Правой плавишей копировать. Photoshop. Ctrl-N. Вот. Ctrl-V. Теперь главное нам выделить воду, которую мы будем анимировать. Здесь лучше использовать инструмент «Быстрое выделение». Нажав левую клавишу, выделяем воду. Не бойтесь, если что-то захватится лишнее. Нажимаем Alt и удерживая его, видите, минус появился на кисточке. Убираем это лишнее выделение. Замечательно. Так. Все. Самый сложный момент у нас закончен. Делаем три кадра. Дублируем. Раз, два, три. Идем в океанские волны. Искажения океанские волны. Эта у нас картинка, кажется, чуть побольше. Поэтому и размеры волн поставим чуть побольше. И сила волн, наверное, вот так тоже побольше. С десяточку. Ок. Отключаем на второй. Ctrl-F повторяем. Отключаем на первый. Ctrl-F. Все. Первый кадр у нас готов. Вот он. Выставляем время 0,2 секунды. Говорим второй кадр. Вот он. Говорим третий кадр. Вот он. Проверяем. Вот у нас и водопад. Вуаля. Пользуйтесь на здоровье. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.